Давайте разберемся. Европа в целом, в том числе и восточную часть, она полиэтнична. Всегда были миграции, всегда было перемещение, смешение разных племен и народов, и этнически однородной территории, уголка на территории Европы нет. И мы всегда видим, в общем-то, какую бы территорию, какое бы государство мы ни изучали, то мы всегда видим очень сложную этническую картину. Но поскольку эти передвижения были постоянны, и надежных источников, таких однозначных, которые бы нам давали бы очень прямые ответы на в каждом конкретном случае, кто это этнически, их нет. Поэтому неизбежна дискуссия. Сторонники нормандской теории, они же все-таки убедительно что-то доказывают, они же книжки пишут, много столетий. Ну, вы знаете, когда был еще один такой писатель в 20 веке, Адольф Гитлер, вот он тоже очень уверенно писал о том в «Майн камф», что как раз русская история — это прямой пример того, как высшая германская раса проявляет себя в низшей расе, образуя им государство. Он тоже был уверен, как и швед Петр Петрей, о том, что варяги — это немцы, арийцы, шведы, викинги. И стоило нам это 30 миллионов, этот подход. Значит, если противоречия заложены в самом источнике, первоначальном, значит, здесь все-таки должна быть... Ни одна точка зрения сегодня, скажем так, не может быть убедительна. И, собственно говоря, ведется дискуссия, ведется полемика. К сожалению, вот современный этап развития историографии, отечественной, скорее говорит вот о том, что побеждает точка зрения о том, что варяги — это именно германцы, викинги. Но на самом деле эти аргументы, подчеркиваю, нельзя считать убедительными. А какие они? Вы можете их просто, ну, пример какой-то привести? Да, конечно, могу эти аргументы перечислить. Повесть временных лет называет, приводит договоры Руси с греками. Это договоры, ну, торговые, о торговых отношениях между вот этой Русью и Бизантией. И в этих договорах перечислены имена русских князей. Так вот, эти имена, ну, и русского правящего класса, скажем так, торгового, дружинников, имена дружины, так вот, эти имена, они не могут иметь объясненные славянского языка. Значит, тогда срабатывает аргумент, раз не славянский, значит, германский. Ну, допустим, Игорь, да, или там Карл, значит, раз не славянское, значит, германское. Следующий аргумент используется, допустим, византийский император Константин Бегонародный. Он написал такое поучение своим детям, как управлять империей, с кем им придется иметь дело. И в числе племен враждебных византии он указал племя Русь, и которые вот они приходят на своих ладьях, они могут прийти, угрожать Константинополю. И указал реку, по которой они приходят, Днепр. А Днепр пороги существовали, и он дает название днепровских порогов. И причем любопытно, что он их дает в двух огласовках, славянское название и русское название. Так вот, русское название днепровских порогов опять-таки не объяснено, не может быть объяснено и в славянских языках. А археология что-то дает вот в пользу нормандской теории? Археология дает в пользу того, что действительно на территории Восточной Европы присутствовало множество племен, и оно не сводимо к славянскому началу. Но если обычно использовать так называемые дружинные погребения, погребения дружинников, в качестве аргумента, что это не славяне, действительно, дружинные погребения сложно вывести из славянского обряда, мы его знаем. Славянский обряд трупосожжения в горшочках, есть там специфика региональная, но в целом мы его очень четко видим археологически. И ясно, что дружинные погребения не славянские, но дело в том, что вот сами эти дружинные погребения, они не сводимы к одному единственному обряду, они очень разные. Это может быть и трупосожжение в ладье, это может быть погребение в деревянной так называемой камере, но мы должны понимать четко, что даже сегодня наш век атеистический, потому как мы короним покойников, с известной долей вероятности, можно сказать, определить этническую принадлежность. То есть обряд погребения — это важнейший этнографический маркер, по которому... Конечно. И, соответственно, у одного народа не может быть 15 традиций погребения. Если вы видите определенную специфику погребения, значит, разные этносы. Значит, если вы на территории Руси видите много разных обрядов погребения, которые относятся к дружинникам, то, значит, нужно ставить вопрос о том, что они были полиэтничными и не сводимы к нормандскому началу. Более того, на территории самой... Вот они считают, допустим, что обряд погребения в ладье, трупосожжение в ладье — это традиционный обряд викингов и так далее, потому что встречается на территории Швеции. Но можно сказать, что на территории Швеции встречается до пяти самой береги обрядов погребения. И очевидно, что они разные, имеют этническую природу. Значит, на территории Швеции что-то привнесено. И какой из этих пяти обрядов нужно считать именно традиционно шведским? Ну да. Скажите, а какой для вас главный аргумент против нормандской теории? Вот что мы должны знать такого, что опровергает ее полностью? Ну, вообще я могу сказать так, что уже в XIX веке, что касается всех письменных источников, то анализа письменных источников, то, в общем-то, было доказано, что все то, что приписывалось нормандам, на самом деле к нормандам никакого отношения не имеет. Скажем, имена слов русских князей, которыми я говорил, да, он не имеет славянской этимологии. Но вообще это, в принципе, не аргумент. Славянских имен вообще очень мало. Современные имена русских — это что это такое? Библейские античные. Библейские, да, имена. А имена князей — это имена славянские. Владимир, Святослав — это имена титулы, их мало. То есть само имя может не быть вот таким устойчивым этнографическим элементом, но на самом деле имена договоров, они имеют убедительную не германскую оголосовку, а объясняются из кильдских языков, из иранских языков. В том числе, кстати, ну, например, Игорь, Ингвар — это разные, на самом деле, имена, они гораздо более убедительны из иранских языков, объясняются. Ну что ж, варяги иранцы, что ли, были? Кто они, если не скандинавы? Честно говоря, и такая точка зрения есть, она, кстати, убедительна, потому что иранские племена здесь присутствовали очень мощно на юге России. Это и Сарматы, и Скифы, языческая реформа Владимира. Мы вообще в ней ничего не понимаем. Единственное, что мы, кстати, в ней понимаем точно, что там нет ни одного скандинавского бога. Ни одного. То есть если пришли скандинавы, то должен появиться кто? Перун, Тор, да, Локи, а тут Перун — это чисто славянское божество, Хорс, Дашбок, но вот, правда, эти божества, они не германские, но они не славянские. Хорс и Дашбок, и Сирмарков — это иранские божества. То есть если это не скандинавы, то какие у нас варианты? Давайте перечислим. Вот есть такая экзотическая версия, что это вообще иранские племена, да? Что это ещё может быть? Это могут быть славяне, собственно, славяне. Я учился у профессора Кузьмина, по-моему, Григорьевич был один из крупнейших специалистов в этой сфере, и я вообще пытался с ним спорить. Но потом я понял, что он прав, и прав он в том, что русы всё-таки изначально это не были славяне. Для меня это ясно стало тогда, когда я понял, что у славян изначально была территориальная община и малая форма семьи. Это археологически повсеместно прослеживается у славян основное жилище, где бы мы их ни находили, малая землянка 16-20 квадратных метров. Ну а если не славяне, то кто? Какие варианты? У русов кровнородственная община — большая семья. Значит, вот основные варианты — это вообще сложная природа. Возможно, Русь вообще была разная, и она долго имела первично очень разную этническую природу. И они, возможно, здесь сходились. Но претенденты, ну, иранцы, и мы их видим, откуда они могли прийти. Салтово-Маецкая культура, которая существовала на территории Ставропольского и Краснодарского края, это хазарский каганат, возможно, письменных источников, это аланы, это иранское влияние. И ещё один мощный пласт связей между Русью и каким-то ещё этническим образованием — это кельты. Кельтская основа. То есть призвание варягов могло иметь кельтское происхождение? Скажем так, не варягов, а Русь. Скорее, Русь. Мы говорим о племени Русь. Да, потому что варяги, это, судя по всему, тоже имело отношение к Руси, но к Руси Балтийской. А Руси было много. Ведь версия о том, что призвали варягов, она держалась только в Новгороде. На юге держались другой точки зрения. Поляне, я же ныне зову моя Русь. А Поляне — это южно-русский племенной союз, который вёл своё происхождение с Дуная, и он не соглашался с версией о том, что Русь — это варяги, там была другая точка зрения. Просто потом это в летописи эти две версии застыли, вот этого южного и северного происхождения, и дальше вот как бы пытаются вокруг этого вести дискуссию. Я хочу сказать, что Русь всё-таки, какой бы природой она ни была, не имела там иранскую, кельтскую или ировенецкую, она очень рано перешла на славянский язык, она была ассимилирована где-то уже в VI веке. И к IX веку эти русы, они уже не помнили о своём происхождении, другом, ином. Они считали себя славянским, но, правда, таким элитным, господствующим родом, родом, имеющим право на власть. Каким образом новейшие достижения в сфере исследования ДНК могут помочь разрешить вот эти исторические споры? Ну, вот здесь вот следует сказать о том, что вообще этнос всё-таки понятие не биологическое, а социальное. И даже если действительно методы генетических исследований позволят установить родство людей, тем не менее до конца это этнические вопросы не решит, потому что нет этнической чистоты. Что касается индоевропейцев, изначально народы, восходящие к индоевропейской общности, не имеют одного общего этнического корня. Это изначально была очень пёстрая картина, мозаика. И народы, которые сегодня живут, ну, скажем, кто такие французы? Вот современные французы. Это как минимум три народа, может быть, отнесено, приняли участие в становлении французской нации. Это древнее население Рима, это кельты-галы, и, наконец, это германское племя франк. То же самое и приблизительно к истории любого народа. Всегда полиэтничное. То есть само по себе биологическое родство нам ничего не даст. В-третьих, я гуманитарий, мне сложно отдавать оценку с точки зрения, насколько надёжны современные методики становления родственных связей на основе анализа ДНК. Известно, сейчас популяризируется имя американского учёного, имеющего российские корни Клёсова. Но вот насколько я разговаривал с специалистами, всё-таки там у самих биологов очень разные подходы. И как бы вот такого общепринятного... Всё неоднозначно. Да, очень неоднозначно. И в этом смысле я бы сейчас не стал бы доверять, ну, по крайней мере, делать аргументы, построенные на ДНК генеалогии, вот основными, учитывая, в первую очередь, полиэтничный характер, в принципе, этногенеза ныне живущих народов. Давайте разберёмся!